Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский Благовест». Сегодня мы празднуем День Святых Славных и Всехвальных Апостолов Петра и Павла. Церковь особым образом выделила этот праздник, подчеркнув его значение для каждого из нас. Этому дню предшествовал многодневный пост. Особый пост бывает еще только перед тремя величайшими праздниками. Это Пасхой Христовой, Рождеством Христовым и перед Успением Пресвятой Богородицы. «Церковный год» — это целая поэма, повествующая о преображении человеческой души, о победе над грехом и смертью, о спасении человеческого рода от власти дьявола. Но чтобы по-настоящему понять эту поэму, ее надо прочитывать собственной жизнью. Так в чем же смысл столь особенного, необыкновенного выделения праздника святых апостолов Петра и Павла? Апостол Петр, которого до его встречи со Христом звали Симон, был простым рыбаком, бедным, почти совсем неграмотным. У него была семья. Ежедневно он занимался тяжким трудом, зарабатывая себе пропитание. Но в душе его жила пламенная вера и страх Божий, которые позволили ему, по первому же слову Спасителя, оставить все и пойти за Христом. Совсем другим человеком был апостол Павел. До своего обращения носивший имя Саввл. Он происходил из знатной семьи, был родом из колена Вениаминова, имел почетное римское гражданство, был строжайшим исполнителем иудейских законов, фарисеем. Его воспитывал знаменитейший законоучитель Гамалиил, уважаемый всем народом. Саввл был великолепно образован и сведущ в античной мудрости, прекрасно знаком с античной культурой. У него была большая власть. Он имел особые полномочия от первосвященника преследовать христиан и предавать их на казнь. Однако все это он делал по своей пламенной ревности к Богу. И поэтому, когда сам Господь Иисус Христос открылся ему на пути в Дамаск, Саввл с такой же ревностью встал на защиту церкви и проповеди христианства. Петр проповедовал с такой силой, что разум обращался ко Христу народ в огромных количествах, по три и даже по пять тысяч человек, исцелял безнадежных больных и даже воскрешал умерших. Петр I из апостолов был заключен в темницу, а затем перенес поругания и побои от иудеев, но только радовался, что претерпел муки за Христа и продолжал безбоязненно проповедовать в разных странах. И после того, как апостол Петр обратил христианство двух жен римского императора Нерона, Нерон велел распять его на кресте. Апостол Павел совершил непрестанные путешествия для проповеди Евангелия. Во время своих странствований он написал 14 посланий. Своей мудростью и красноречием он обращал тысячу людей ко Христу. На больных возлагал платки, пояса, взятые у апостола Павла, и у страждущих прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Апостол воскресил юношу, упавшего с третьего этажа. Нерон велел умертвить Павла мечом, так как тот был римским гражданином. Оба апостола погибли в один день, хотя и с разницей в один год – 29 июня по старому или 12 июля по новому стилю. Петрова твердость – это мужество в исповедании веры и в страданиях. На камне этого исповедания, этой правой православной веры в Господа, Христос создал Церковь свою. Павлов разум – это та необыкновенная мудрость, которая вот уже две тысячи лет привлекает к Богу сердца людей. В человеческой истории не найдешь более умного человека, чем апостол Павел. Разве что премудрый Соломон мог бы с ним сравниться. Достаточно почитать послание апостола Павла, чтобы убедиться, что он действительно имеет ум Христов, как говорится в одном из посланий. Но при таком обилии благодатных даров в апостолах Петре и Павле, при непрестанно совершаемых ими чудесах, при откровениях, которые только им давал Господь, они сохраняли, знаете, глубочайшее смирение и покаяние. Апостол Петр всю свою жизнь каялся в троекратном отречении от своего учителя. И хотя Господь давно простил Петру его грех и троекратным вопрошанием «любишь и лимя», вернул ему апостольское достоинство, однако Петр никогда не мог забыть своей немощи. Свидетельством его горячего покаяния является то, что апостол Петр просил распять его не как Христа, а вниз головой, как недостойного ученика. Апостол Павел, некогда по своему неведению, бывший гонителем Церкви Христовой, также всю жизнь каялся в своем юношеском заблуждении. В своих посланиях он называет себя извергом, наименьшим из апостолов и недостойным вообще так именоваться. Говорит, что все его бесчисленные чудеса произведены и произвел Бог, не он сам, а благодать Божия, чтобы никому не быть в тягость. Он при всех проповеднических трудах сам зарабатывал себе на кусок хлеба постройками палаток. Апостол Павел, который был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные глаголы, всегда очень смиренно думал о себе. Если мы не можем достичь такой крепкой веры, как у апостола Петра, чтобы ходить по водам и воскрешать умерших, если мы не можем стяжать такой божественной мудрости, как у апостола Павла, чтобы обращать своими словами тысячи людей ко Христу, то постараемся подражать их нелицемерному покаянию и глубочайшему смирению. Имя Светланы Копыловой хорошо известно не только в России, но и далеко за ее пределами. Песни, которые она исполняет, никого не оставляют равнодушными. Они задевают глубинные струны души человека, потому что касаются вечных тем – любви, ненависти, дружбы, смерти и вечной жизни. Светлана Копылова – лауреат различных международных конкурсов и фестивалей. Но высшей наградой она считает отклик на ее песни в душах людей. Не так давно она посетила с концертом город Ставрополь. Прежде чем обрести всероссийскую известность и признание, Светлана Копылова работала в кино, а затем какое-то время писала песни для звезд эстрады. Жизнь Светланы Копыловой полностью изменилась с того момента, как она пришла в церковь. Всегда Господь или человека какого-то посылает, или скорби, не дай Бог, если человек сам не хочет идти к Богу. В какой-то случай подталкивает. Но у меня встреча была. Встреча с знакомой, с которой давно не виделась. И мы встретились на кинопробах. И по дороге обратно она мне рассказала о том, что она ходит в храм. Я была страшно удивлена, но заинтересовалась. Почему? И она рассказала мне свою историю, которая очень меня тронула. И мне тоже захотелось пойти в храм. Но это не значит, что я пришла и осталась. У меня были метания какие-то. Но, слава Богу, я, наверное, все-таки укоренилась. А уж тем паче, когда я встретила своего духовного отца, мне тогда-то, можно сказать, и полились песни. Для начала мне пришлось отказываться от многих ролей, которые предлагали. Потому что уже мировоззрение поменялось, а роли такие, что уже не могла я играть. Трудно было. Вроде и в храм хожу. И в то же время это моя профессия. У меня такое было искушение. Меня пригласили сняться в рекламе сигарет. Я согласилась, потому что деньги были очень хорошие. Это должны были быть большие билборды на дорогах. Естественно, я благословения не взяла. А после съемок пришла в храм исповедоваться. Потому что совесть-то мучилась все равно. И батюшка, ну, тогда еще у меня не было духовного отца. И батюшка меня так пожурил и сказал, что надо делать выбор. С кем ты? И я про себя решила, что я больше не буду сниматься в таких рекламах. И вдруг проходит неделя. Снова звонок. Снова реклама сигарет. И я уже, набрав полную грудь воздуха, сказала в трубку, я в таких рекламах не снимаюсь. И вы не представляете. Мало того, что та реклама не вышла, хотя я деньги за нее получила. Но вот примерно после этого, как из рога изобилия, у меня полились духовные песни. Слушатели отмечают редкий дар Светланы Копыловой. Сочетать стихи, музыку, сюжетную канву текстов и глубокий христианский смысл. Ее называют первооткрывателем, а иногда и создателем жанра песни-притча. В них она пытается простыми словами донести до сердца слушателя духовные законы бытия. Вы знаете, с православной песней очень часто связывают что-то заунывное и назидательное. И это отталкивает. И поэтому я всегда бунтую, когда пишут православные песни или Светлана Копылова, православные исполнители. Вообще я это считаю неправильным, потому что мы не говорим «пианист-кришнаид» или «скрипач-баптист». Какой-то, знаете, стереотип уже выработался. И я стараюсь от этого уйти. И стараюсь уйти от назидательности. Потому что никому не нравится, когда их учат в жизни. Делай так, делай так. А большинство песен именно назидательные. А ведь Господь говорил притчами. И когда человек слушает вроде бы историю со стороны, а он к себе примеряет ее. Он тоже, может быть, в таких же оказывающих ситуациях, похожих каких-то. Поэтому мне кажется, что это удачный жанр. А потом у меня такие истории, с таким финалом непредсказуемым подчас, такие завороченные как прям детектив. И всем интересно, чем закончится. Но с другой стороны, люди, которые уже знают, чем закончится, все равно любят их слушать. Планов громадью. Но я немножко зачастила с альбомами. По одному в год. Это и так достаточно часто. Два в год. Но это... У меня еще и три в этом году получилось. Так что в следующем я возьму тайм-аут небольшой. И осенью... Буду стараться осенью выпустить альбом, который будет... У меня есть альбом по заповедям Божьим. А я сейчас готовлю альбом по заповедям Блаженства. Это будут девять песен-притч, в каждой из которых ситуации и житейские, и библейские разные. ПОДПИШИВАЛИЯ Автомобус ехал, возвращаясь из плена, Был российский солдатик, больше года в плену. После вузов призывали, как женицы сердца на лене, не знал, что случайно попадет и на войну. После вузов призывали, как женицы сердца на лене, не знал, что случайно попадет и на войну. Каждый концерт Светланы Копыловой поражает самоотдачей. Обычно он длится около трех часов. Ставропольцев песни-притчи тоже не оставили равнодушными. Публика с удовольствием подпевала знакомые тексты и провожала певицу бурными аплодисментами. На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами. Редактор субтитров А.Семкин